Приветствую вас. Проблема заключается в том, что вы не уверены в себе. На мой взгляд, очень сильно. То есть вы очень не самостоятельны. Возможно, что вы даже мнительны. Через все мнительны. То есть, ну, возможно, вот такая еще проблематика есть, что вы мнительны, что вы зависти от мнения своей мамы. Вот. По каким-то причинам вы зависти от мнения. Вам важно то, что она подумает вам. Важно то, что она скажет. Потому что от этого зависит. Ну, от этого зависит, собственно, ваше, может быть, настроение. Ваше, может быть, самочивости. Ваше, может быть, состояние. Вот. То есть, как бы... Но по большому счету, по большому счету, то, о чем вы говорите, больше похоже на зависимость. Просто на зависимость от, допустим, мнения вашей мамы. На зависимость от, ну, от ее какой-то вот позиции, от ее каких-то решений. И в целом, ну, как мне кажется, в этом не было бы ничего особо ужасного. Потому что, ну, в конце концов, такое бывает. В этом не было бы ничего ужасного, если бы ваш мужчина, да, мужчина, не выпивал бы, как вы говорите. Поскольку он выпивает, я должен, я могу сделать предположение, что, скорее всего, вы сознательно или безсознательно выбираете такие отношения, в которых вы были бы несчастны, в которых вы зависимы. То есть, вы не можете выбрать отношения, где вы были бы свободны. Вот. Понимаете? Какая штука. И, на мой взгляд, это, ну, вот, довольно серьезная такая проблема. Потому что это уже сложности непосредственно с вашей самооценкой. Это уже сложности непосредственно с вашим восприятием себя. Вот. Это уже сложности непосредственно с тем, как вы себя видите, как вы себя воспринимаете, как вы к себе относитесь и так далее. Понимаете? И, ну да, мама может быть здесь, конечно, и является таким вот пусковым механизмом. Но, все равно дело, по итогу, все равно дело в вас. Да? То есть, не в маме, а дело в вас. Ну, вот. Потому что именно вы определяете то, как будут, ну, как будут развиваться, развиваться ваше, ну, как будет развиваться ваша жизнь. Вот. Так что... И, фьюзу, линия, кстати, такова. Вот. По плану варианности вы обиссовывали то, что это извинется, вам, я бы рекомендовал, ну, наверное, для начала, по слову, стоит утаку, стоит утаку. И дальше уже, наверное, поработать в этом направлении, с основной зависимостью, как раз таки, потому что само оно не пройдёт, то что вы чувствуете, то что вы испытываете, само не пройдёт, к сожалению. Вот, и не исправит, а так пока что вы зертва, вы зертва, вот, то есть мама не любит вашего мужчину, ваш мужчина выпивает, да, ничего не хочет делать, чтобы ситуация изменилась, вы как бы между двух огней получаете, да, то есть вот ситуация, это первое околданство, это ситуация не двух огней, вот, и, соответственно, в этой ситуации вам очень сложно, тяжело и так далее, вот, но нужно подумать, во-первых, как вы пришли к таким отношениям с мужчиной, во-первых, что он, грубо говоря, выпивает, да, вот, нет ли здесь более такой серьёзной проблемы в том, что он выпивает, потому что, может быть, он зависит от алкоголя, например, в таком случае, в таком случае, это уже, в общем-то, ну, приобретает совсем другой окрас, вот. И чем для вас так важно мнение мам? То есть это тоже такой очень, ну, очень важный аспект, аспект этой ситуации, вот, потому что вы не доверяете себе, а пытаетесь опереться, там, на маму, на молодого человека, вот, ну, примерно вот в таком ключе-ключе что получается, вот, это тоже не показатель, эм, того, что у вас всё в порядке, у вас всё хорошо, к сожалению. Вот. Такой момент. Дальше. Идём. Назад. Так. Чувствую ненависть, мне сложно с этими жить. Ну, а как, как именно, то есть в чём именно сложно проявляется, ну, вот, того, что вам тяжело жить. Я понимаю, что это, ну, я понимаю, что это не лучший расклад, конечно, я отдаю себе вот матчёрт, ну, вот, но вопрос мой заключается, наверное, в том, в чём вам тяжело, именно вам конкретно. Вот. Ну, то есть, ну, в чём тяжело жить, непосредственно для вас, в чём тяжело жить. Это тяжело морально вам из-за чего? Мне кажется, что, ну, в этом направлении вам имеет смысл поисследовать ситуацию, посмотреть на неё несколько подробнее, скажем так. Вот. Дальше. Так, а время думает, что скажет мама, я не могу избавиться от этого, время думает, что скажет, что она думает. Ну, здесь вы, вероятно, уже описуете, в том числе и проявление навешивости. Ну, то есть, ну, то есть, вы можете описывать, вы можете описывать проявление навешивости. Вот. То есть, когда есть мысли, от которых вы не можете избавиться. Вот. И это то, что, как раз таки, называется навешивостью. Вот. С навязчивыми мыслями можно и нужно работать, вот, чтобы они вас отпустили, чтобы, ну, вы не были их, так сказать, заложницей. Вот. Но только, опять же, при том условии, если вы хотите, да, если вы готовы работать над собой, опять же, если вы готовы заниматься этим. Дальше, эм, так, она сможет сширять мои вещи, как справиться от моих этих мыслей. Я сюда просто, знаешь, ну, справляться, я думаю, именно справляться не нужно. Потому что, что вы вкладываете в это, понятно, справиться. Что именно вы вкладываете в него. То есть, для меня слово справиться, ну, справиться звучит, как некая такая, знаете, ну, карательная мера. И мне не хочется думать, что вы будете вот так к себе относиться. Вот. Поэтому. Я не думаю, что имеет смысл, что можно говорить о том, чтобы прямо избавиться, да. Я думаю, что можно говорить об освобождении, о лучшем каком-то вот понимании себя. Вот. Можно говорить о том, чтобы разобраться в себе. Вот. Об этих вещах можно говорить. О том, чтобы избавляться от чего-то, ну, наверное, в этих ситуациях тоже, ну, в этих ситуациях, наверное, не будем. Да, потому что, ну, это, как я и сказал, карательная мера, на мой взгляд. Вот. Мне кажется, что так вы просто не приблизитесь к своей цели, а наоборот, только отдалитесь от нее. Ну, это даже мое мнение такое. Мне так скажут. Вот. Ну, отношения с мамой вам, безусловно, нужно прорабатывать, потому что есть проблемы с этим. Есть проблемы с другими отношениями во сне. Вот. Это прям чувствует очень сильно. Вот. Можно ли это подкорректировать? Да. Можно и в общем, в общем, нужно это все подкорректировать. Вот. Ну, но это требуется время. То есть это не произойдет сразу. Вот. Это произойдет постепенно. То есть, вот, именно, именно в процессе психотерапии это произойдет. Вот. Поэтому, я думаю, примерно можно такой вам дать ответ на вопрос, который вы задаете. Вот. Я думаю, что вам в любом случае надо бы, значит, убедиться. Нужно убедиться вам в том, что мужчина вообще не находится в состоянии зависимости от алкоголя. Вот. Чтобы все-таки он, ну, не был зависим от алкоголя. Вот. Потому что, если он зависим от алкоголя, то старца, старца понимает совсем уже другой оборот. И ваша мама, она, как бы, ну, тоже совершенно, мне кажется, по-другому в таком случае восприниматься будет и вами, и вашим мужчиной. Вот. Если же все в порядке, да, то в таком случае мне кажется, что ваша мама просто напросто ревнует и вам, ну, нужно научиться спокойно на это реагировать. Вот. Но для того, чтобы спокойно на это реагировать, для того, чтобы адекватно на это реагировать, мне кажется, вам нужно научиться отграничивать, отграничивать себя от нее. То есть ограничивать себя от своей мамы. И все-таки различать, где я, ну, где вы, а где она. Вот. Чтобы не было такого, что ваша мама, там, какие-то вещи говорит, да, а вы на это реагируете крайне вот негативно. Мне кажется, что в контексте вот именно отношения с мамой, это, ну, первое, это личные границы, вот. А вторую очередь, это, ну, получение, скажем так, того, что вам от нее не хватает. Вот. То есть, ну, может быть, речь идет о ее любовь, может быть, речь идет о каких-то обидах, вот. Речь идет о том, что, может быть, она не хочет, чтобы вы с кем-то встречались. То есть, может быть, и конкретно ваш молодой человек не нравится, да, но в любом случае все это не важно, вот. А мы считаем, что это решат вам. То есть, до тех пор, пока вы сами, вот, в себе не уверены, вот, ну, ситуация, я боюсь, не изменится, ситуация, я боюсь, вот, такой же, вот, ваша мама сама вам навстречу с навстречу не пойдет. Ну, она, в принципе, не должна этого делать, вот. А с навязчивостями, с навязчивостями поработать более чем можно, если у вас есть такое желание. Вот. То есть, если вы хотите, то с навязчивостью можно будет поработать. И помочь вам избавиться от навязчивости. Но не путем, а запрета, да, себе и так далее. Ага, путем, как раз, вот, такие, принятия, принятия своих желаний, принятия себя. Вот. И корректировка, корректировка своего поведения. Вот. Что бы я рекомендовал вам изучить? Ну, наверное, треугольник Карпмана из того, что вот прямо сейчас можно порекомендовать этот треугольник Карпмана. Потому что, ну, собственно, вы в нем находитесь, в треугольнике Карпмана. И, мне кажется, это, в общем-то, довольно очевидно, что вы в нем находитесь. И вам нужно из него выходить, а выходить у вас из него, по крайней мере, не получается. Вот. Зарвет, не решите его. А дальше уже будет, в принципе, видно, что и как. Вот. Откуда и в каком направлении вам двигаться дальше. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезным. Надеюсь, что это было вам интересно. Надеюсь, что вы для себя что-то новое, значит, извлекли и получили. Вот. Я вам желаю, я вам желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. и надеюсь, что вы найдете выход из своей ситуации. Вот. И надеюсь, что, значит, все-таки найдете возможность для себя обратиться к специалистам за помощью. Всего вам самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok